Привет, друзья! Короче, однопартиец присылает мне новость. Мол, слышишь что ли, там, смотри, Ньюс Ван показал автопробег какой-то ничтожный в Одессе, хотя наш не показал, а там сотни машин у нас во всех городах, но это не показывают. И я такой думаю, ну это ж понятно, как бы. Значит, автопробег был тот, что ну надо автопробег. Посмотрел, да, за житя ехали, автопробежничали. Ну и я такой, чисто из скуки, знаете, решил посмотреть, думаю. Посмотрю. Вот здесь вот на сайте, сначала 112-го, ну и на Ньюс Ван аналогичную новость сейчас покажу. В Одессе, Херсоне и Миколаеве прихильники политической партии «Опозиционная платформа за життя» влаштували массовые автопробеги. Участники автопробегу рассказывают, таким чином высказывают незадоволение до местных мэров. Понятно. Короче, показывают они свое неудовлетворение к местным мэрам, а мэры, они входят в партию мэров, а партия мэров входит в оппозиционный блок, а они же оппозиционный блок с оппозиционной платформой «За життя», грызутся, в общем. И я такой думаю, слушайте, ну, как-то странно пахнет. Тут вот с флажками они едут партийными, да. Думаю, что-то, что-то меня как бы... И вот смотрю на это и думаю, что-то об этом не так. Сегодня мы вышли на этот автопробег, чтобы показать, что люди поддерживают нас. В данном автопробеге принимало участие более 100 машин. Более 100 машин, это мужики, автопробег. Я понимаю, под что они косят и под кого они косят, да? Давайте досмотрим. Короче, колоссальная у них была поддержка, и все аплодировали, даже когда на это смотрели. Правда, аплодисменты они не показали. Не показали, остались за кадром аплодисменты. Скромные такие аплодисменты. На Ньюс Ван аналогичная абсолютно новость с тем же видеорядом проходит. Ну, вы понимаете, Ньюс Ван и 112, как говорят, принадлежат одному собственнику, это Медведчук, это оппозиционная платформа «За життя». Наши автопробеги, там все, они не показывают, потому что, я же говорю, наши избиратели, это те, сквозь кого годами смотрели сквозь. Вот сквозь них смотрели годами. Они как пыль, как грязь для этих людей. А мы не грязь на самом деле. Ну, не будем повторяться. И я такой смотрю и понимаю, что они хотели, ну, я привык уже к тому, что косят под нас. То шариками все забегали со вчерашнего, позавчерашнего дня, да? То автопробеги начали вот делать, да? И они все равно на шаг позади нас получаются. Почему? Потому что я присматриваюсь к этому видео. Мы провели автопробег за мир, за единение, за партию мира и, собственно говоря, за жизнь. К каждому из мест участники акции проехали по найвідомішим местам. И понимаю, что меня кое-что напрягает в нем. Во-первых, какие-то тревожные автомобили. Я смотрю на автомобили. Волги там, Жигули такие с багажниками сверху. И что-то как-то... Вот что-то такое неумолимое. Неумолимо-неуловимое. У меня вот я когда на это все смотрю. А потом я смотрю, и на некоторых машинах вот реклама. Вот Лео Пицца, к примеру, реклама. Я люблю Лео Пицца. А вот там вот подвикуп. Подвикуп. Вот на второй машине подвикуп. Я думаю, а что такое подвикуп, думаю? Такси, что ли? Такси, что ли? В автопробегу взяли участь понад 100 машин с прапорами партии, как в Одессе, Херсоне, так и в Миколаеве. Йопин-дрёпин. И тут я замечаю, среди этих обычных одесситов, таксиста, который просто поленился снять свою шашечку. А вполне возможно, она прикручена. Поэтому снять он её не смог. Короче, таксисты настолько вот пронялись этим всем, что бросили работу и решили проехаться с флагами оппозиционной платформы за життя. И вот на этом моменте, когда уже становится совсем смешно, вдруг что-то меня вот прям как пронзило, понимаете? Пронзило. И я вспоминаю, что Ольга, моя однофамилица прекрасная, вчера что-то очень активно обсуждала с людьми из Одессы. Что-то их там взволновало. А взволновало их следующее. У нас появилась информация о том, что в Одессе кто-то нанимает таксистов по 200 гривен. Вроде как завтра кто-то собрался автопробег провести. Это для Оли. Оля очень взволновалась. Типа, мы подумали, что это провокация. Скорее всего это провокация. Но мы типа уже знаем, что кто-то кого-то нанимает по 200 гривен. И поэтому сможем показать эту провокацию. Вот. И вот здесь вот нам сбросили видео. Наши сторонники. Видео как раз таки как нанимают. Я тебя просил отправить Лешу из Одессы. Ты отправил. Как мы можем противодействовать этому. Противостоять. Красные шарики. То есть состоялся настоящий консилиум. И консилиумы они начали решать, как этому противодействовать. Потому что решили, что скорее всего это провокация под нас. То есть они. Ну это уже было такое. Типа, эй, за красные шарики по 200 гривен люди соберутся отдельные. Потому что основная подавляющая масса знает, что это все делается не за деньги по велению души. Но кто-то приедет, кто-то это подснимет. И мы подумали, что это провокация. Оказалось все хуже. Это не была провокация. Это в натуре нанимали. Показываю. Итак. Вот. Заказы. И эти заказы начали разбирать. На 17 число. С ложками. И показывают большой фонтан ближний. Фонтан ближний и Куликово поле. Фонтан ближний и Куликово поле. Я не одессит. И я начал думать, что за фонтан ближний. Начал выяснять. А это вот большой фонтан. Мемориал 411 батареи. Мемориал 411 батареи. Фонтан. Шмонтан. Заходим на подробности. Подробности также принадлежат Левочке. Ну, Бойко. Короче, оппозиционная платформа за життя. И читаем там. Вот. Масштабный автопробег в Одессе состоялся. С флажками они все едут. И откуда они ездили? 411 батарея и поселка Котовского. К трагически известному Дому профсоюзов. Ну, здесь вот они возложили цветы к Дому профсоюзов. Да? Видите? Теперь я вам кое-что еще покажу. То есть, вот насколько надо быть пробитыми, я не знаю. Смотрите, этот телефон известен таксистам. Вот этот телефон. Алло, такси, городские грузоперевозки. Его легко загуглить. Алло, такси, Одесса. Алло, такси, Одесса. Мы позвонили по этому телефону, дабы выяснить, что же это за заказ по 200 гривен. Здрасте. Здрасте. Скажите, а вот эти вот предварительные, а что там за флажки? Что за партия? Я так понял... Парад машин будет. Парад машин? А от кого там партия какая-то, я так понимаю? Не знаю, какая партия. Не сказали? Нет, мы не уточняли. А сколько они там штук 50 заказали, да? 40 машин. 40 машин. Ладно, я подумаю. Хорошо, спасибо большое. Ну, хоть наш водитель, хотя бы вы проявили его инициативу в первую очередь. Так, я просто не знаю, что там за партия, понимаете? Если там партия... А это играет роль... Какая партия? Ну, конечно, если там пёс, то мне как бы этот... Порошенко мне... Вы хорошо подумайте. Всё-таки это наши заказы, наш водитель. Хорошо подумаю, спасибо, спасибо. Ну, тем более, за такой элементарный заказ получить 200 гривен тоже интересно. Ну, я понял. Хорошо, я подумаю. Просто я не знаю, как у меня получится или не получится. Хорошо. Да, спасибо. До свидания. Смотрите, они всегда будут хотеть нас повторить. Они всегда будут хотеть стать такими же, как мы. Но у них никогда это не будет получаться по одной простой причине. Они привыкли людей покупать. Они привыкли видеть в людях скот, который можно купить. Вот 40 машин за 200 гривен. Не надо сильно много там денег на них тратить. Да, покажем вот это, напишем, что сотни автомобилей, шашечки можешь не снимать, все дураки, никто не догадается. Они привыкли использовать людей просто как пушечное мясо, как настоящее мясо. Прогнать это мясо по 200 гривен, да и нормально. Они не хотят решать проблемы этих таксистов. А у этих таксистов проблем выше крыши. Они бы хотели работать честно, они бы хотели работать по белому. Они бы хотели, чтобы их никто не нагибал. Они бы хотели больше зарабатывать. Но оппозиционная платформа за жизнь не хочет решать вопросы этих таксистов. Они их хотят нанимать, сучать по флагу. Смотрите, проехали с Куликово поле, воткнули цветочки, все. Лица только вот так вот и не улыбаться. Понимаете, что происходит? Поэтому ничего страшного в том, что нас пытаются копировать. Меня это радует. Пусть пытаются, да? У них никогда не получится. Потому что есть вещи, которые за деньги не купить. Потому они до сих пор не верят, что все наши сторонники выходят на улицы не за деньги, а за идею. За идею и за мечту. Они не верят, что все эти молодые люди могут просто так выходить. Молодые, пожилые, среднего возраста. Они в это не верят. У них мозги другие. И у всех, кто в Раде, мозги другие. Без исключения. И я хочу, чтобы туда зашли нормальные человеческие мозги. 21 числа. Сделаем это. Сделаем их вместе. Пока. Смотри, все сейчас в наших руках. Это не зависит сейчас ни от кого. Ни на букву А, ни на букву Б, ни на букву Г. На самом деле все в моих и в твоих руках. В нашем. Все, что мы должны были сделать, мы сделали. Теперь остается шаг за тобой. Тебе остается малость прийти и проголосовать. Поверь, это стоит. Остать очередь в пять человек или прождать еще пять лет. Пять лет, десять, пятьдесят. Они всю жизнь будут тебя нагибать. Тебе остается малость. Последний шаг. Сделай его. Давай сделаем их вместе. 21 июля, номер 17. Ты знаешь, что делать.